Музыка Здравствуй Марина Здравствуй Алексей Тебя так чувствую давно волнует один важный вопрос Так сказать, всего женского мира Мира, русского мира, славянского мира Да вообще всего женского мира Да, я сейчас говорю даже не столько от себя Сколько, наверное, как представительница Женщин, берегинь, матерей И достойных половин своих мужей Вопрос, который, наверное, заботит очень многих на сегодня И в связи с тем, что мы живем в том мире, в котором мы живем И достаточно большое количество пониманий у нас расходится Среди тех людей, которые общаются между собой в течение дня Они представляют разную позицию И вот отношения мужчин и женщин Позиционирование То, как строится отношение На домашнем совете На совете, который выходит за круг семьи И для меня на сегодняшний день Еще интересна тема, конечно, крупного взаимодействия Не секрет, что женщины на сегодняшний день Встали в такую позицию не вполне женскую И проявляют качества, которые востребованы в нем То есть женщины вынуждены проявить мужественность И в этом, ну, отчасти такая злоба дня Отчасти наша беда И отчасти, ну, тот способ возможный выхода из ситуации Который на сегодняшний день, вот, виделся Ситуация меняется И, ну, какие-то изменения должны произойти На сегодня очень много говорится о том Что женщина должна быть замужем Наверное, да Но есть текущий день Есть текущие реалии И эта формула, вот, в моменте Она не вполне может работать Не во всех ситуациях И не во всех ролях Как позиционирует себя женщина в семье Как она позиционирует себя за пределами семейного круга Как она позиционирует себя в каких-то общественных, ну, скажем так Слушаниях, беседах, собраниях Да, ведь у нас, ну, достаточно часто возникают ситуации Когда, скажем, общее собрание поселений Или общее собрание там, ну, какого-то сообщества И когда стоит вопрос о равенстве голосов О том, что все заявляют свою позицию Вот тут возникают определенные разночтения И, конечно, самый острый момент Особенно вот в связи с последними событиями То есть мы побывали на съезде Да, и вот тут совсем интересный разворот То есть выбрано координационный совет И в совет включена женщина Мне бы хотелось, чтобы вот эта позиция Немножко была пошире раскрыта И более четко проявлена позиция Кто в какой роли Кто в какой позиции Как правильно выстроить отношения таким образом Чтобы не страдало взаимное уважение Чтобы услышаны были все Чтобы не было позиции подавления Чтобы отношения выстраивались все-таки на равенстве Потому что, ну, в моем понимании Все-таки люди равны Они не ровня по многим вопросам Но человек, рожденный в Яве Равен другому В своих правах Насколько я понимаю, напрашивается вопрос Могла ли женщина войти в координационный совет И в управленческий совет Как его угодно можно называть Это сейчас в данном случае абсолютно роли не играет В том случае, если кто-то из зала заявляет Что женщина должна знать свое место за мужем Да, очень часто такие голоса звучат Так вот, тем людям, которые такое заявляют Я отвечу Да, друзья Такое, по идее, не должно быть Но, вопрос А вы готовы предоставить такую копу Где все копные сейчас правила соблюдаются? Где люди живут по кону По естеству Где мужчина, глава семьи Где мужчины, достигшие возраста определенно Сносятся копены Где копное право применяется Где есть взаимодействие на весевом уровне Взаимодействие на вечевом уровне Где есть держава Вы можете это предоставить? Раз не можете Тогда будьте любезны Отталкиваться от того, что сейчас есть На сегодняшний день что мы имеем? На сегодняшний день мы имеем людей Опять же, отравленных цивилизацией И в большинстве своем Мы остались недоросками Вот мы просто недоросли до определенного уровня Хотите называть это варновости Хотите называть это взросление Уровня какого-то там мозгового Или чего-то еще Понимания мира Как хотите, называйте Но большинство людей Как были детьми в детском саду Или в школе Так и остались Не с точки зрения своего вида Занимаемого положения Но с точки зрения того, что есть в голове А раз так То в этом случае Большинство людей К сожалению Ведут себя как малые дети Малый ребенок свойственно что? Иметь какого-то авторитета Вот он сказал Женщина не имеет права это делать Он прав Все Это мой авторитет Дальше Что свойственно ребенку маленькому? Я делаю как все Но все же это делают Значит, вой Не должна быть женщина Не должна быть женщина Следующее, что Меня похвалить Я громче всех кричал Что женщина должна быть И потом Как? Там говорят, что должна А-а-а Вы меня не хвалите А-а-а Истерика И потом Для чего это все делается Чтобы самому стать авторитетом И ту глупость Которая была посеяна Самому начать сеять И создать свою вот эту группу С маленькими детьми Вот если мы такой будем подход иметь Мы ни к чему хорошему не придем Нас как топтали Так и будут топтать Потому что любому ребенку Можно другую игрушку дать Другую жвачку дать Он будет ее жевать Играть в игрушку И будет частично подоволен Друзья Мы сейчас живем В том месте Которое когда-то Почему-то Или по нашим причинам Нами созданным Или по другим причинам Другими созданным Но мы в этом месте оказались А это означает Что здравомыслящий человек Всегда отталкивается от того Кто он Для чего он И что он имеет Вот если вы не понимаете Что вы имеете И где вы сейчас находитесь Не понимаете кто вы Вы никогда не вылезете На сегодняшний момент Низкий поклон всем женщинам И на съезде я подчеркнуто заявил Что они тянули все общество на себе Мужиков повыбивали Вы просто повыбивали мужиков Сколько войн было Посмотрите В течение ста лет Война за войной Война за войной Брат на брата Сын на отца Соседнее царство на государство Что там только не происходило Просто достойный Кто первым поднимался Достойные мужи Их всех повышибали В первую очередь Кто остались Те кто сумели сховаться Спрятались А за кого не прятались Да вот за женские юбки Они прятались Друзья Пришло то время другое Новое поколение народилось Да его отравили Да и продолжают отравить Мозги полностью завернуты Но они как сидели За женскими юбками Так и не все Кто вытягивал на себе все это Кто поднимал царину Когда мужиков не хватало Кто в три смены Да и женщины Поэтому низкий поклон Женщинам За то что они В трудное время Вставали Как это и должно кстати быть Когда мужики Гдохнут Вставали Брали шашки в руки И защищали свои семьи До последнего Так вот низкий поклон Но приходит время Мужикам пробудиться Мужчинам пробудиться Стать Мужчинами настоящими И взять наконец-то На себя ответственность Разгрузить хрупкие плечи Женские Но это произойдет не сразу И сейчас Мы вынуждены И вы вынуждены И женщины вынуждены В это все Находиться В это все Впрягаться Поэтому я предлагаю На сегодняшний день Как взрослому человеку Смотреть Не на то Кто перед тобой Мужик или женщина Мужчина или баба Да как хотите Это называйте А тот Кто перед тобой С точки зрения Вот тут что есть Уйдите вот от этого Полового признака Поначалу А смотрите Кто перед тобой Вот здесь И рассматривайте Человека Который перед вами Он мудрый Или глупый Ведущий Или не знающий Какой у нее возраст Какой у нее опыт Что он говорит Что он делает И к чему он ведет Вот только тогда Мы сможем сдвинуться Поэтому на сегодняшний день Я считаю Что женщина Если она обладает Определенными качествами Необходимы для державы Она обязана Эти качества проявлять А мужчины Обязаны ее В этом случае Если у самих Тяма в башке Не хватает Носить на руках Если женщина достойна Ведь свойственность Мы никуда не делим Мужчина Он делает одно Женщина другое Если на какой-то Трудный момент Кто-то взял на себя Какие-то обязанности Которые ему не совсем Свойственны Да он их может тянуть Но это примерно Как на стартере Пытаться выиграть Гонку болидов Когда без двигателя Ты просто на стартере Летишь Летишь Жмешь Ну да 10 метров Он может проедет Да он может быть Из трудной ситуации Вытянет Но гонку Ты не выиграешь Поэтому какое-то время Можно так тянуть Но пришло время Возвращаясь На круги своя Итак Подводя итог На сегодняшний момент Женщина Это не просто Красавица С определенными Чертами Это еще И полноценный Партнер Это полноценный Соратник Это полноценный Человек И мнение Такого человека Полноценного Важно И для каждого И для семьи И для общества И для державы Это мое мнение А вот когда мы придем К тому что должно быть Когда мы учтем Варновость Готовность И прочее Прочее Сразу Варновость Не индуистскую я имею ввиду Я часто об этом говорю Вот тогда уже Начнут складываться Те Опные Устои Которые были свойственны нам И вот тогда естественно Будет другой разговор Но и там Женщина будет играть Определенную роль И там ей будет дано слово Потому что часто говорят А что женщина Имеет право Прийти на копу И стукнуть А если у нее муж погиб Как быть Что она будет ждать Когда мертвый восстанет И за нее что-то скажет Что она не может Прийти и заявить Что вот Мне не нравится Такая позиция Вот того вот Сотника Или там Десяцкого Или кого-то еще Мне не нравится Что вы приняли Потому что Потому что это Ущемляет Вот это Вот это Не дает Вот это Вот это И наши там Общины Или что-то еще Рушится Что за бред Женщина Имеет право Прийти и сказать Но она может Что-то и предложить Как это решить А вот решать Уже кому Исходя из того Правильного Уже предстоит тем Кого выбрали И назначили Вот мое видение Такое То есть И возраст Будет учитываться И варновость Будет учитываться И задачи Которые на сегодняшний момент Есть Как личности Так и в обществе Целиком Я бы хотела Еще немножко Расширить Наверное Понимание Женской роли Ну как я это понимаю Как я это чувствую Мужчины очень часто Встают В такую позицию Ну они же Огонь Они же всегда активные Им всегда нужно Достичь какого-то Ну я бы даже сказала Первенства И вот Женская роль В этом смысле Ну на копии Не на копии Вообще в жизни Женщина-берегиня И с женской позиции Когда возникает ситуация Какого-то дисбаланса Ее задача Ввести ситуацию В более ровное течение В более ровное русло И вот в этом роль женщины С моей точки зрения Невозможно переоценить То есть Когда женщина В своем истинном состоянии Когда она действительно Женщина Не мужичка Которая тоже Рвется в бой Которая начинает Шашкой махать И чего-то доказывать Нет Задача Как раз таки Свести И попытаться Примирить Как Ну из древности Известно Да Если двое дерутся И женщина Выходит И просит Там Ну у каких-то народов Платок бросает В каких-то случаях Там есть определенный обряд Мужчина Мужчина обязан Разойтись То есть Женщина Несет Примирение Женщина Несет Приятие Женщина Несет Мир И если Женщина Действительно Помнит Об этой Своей роли То безусловно Ее место В любом Сообществе И на любом Собрании Будет Позитивным И правильным Но если Женщина Берет на себя Несвойственные Ей функции Если она Начинает Вносить Усиление Разлада Если она Проявляет Какие-то Эмоциональные Посылы Которые Наоборот Ситуацию Разогревают Это не Женская Позиция И это Неправильно Поэтому Вот С моей Точки Зрения Баланс Мужского И женского Как раз Состоит в том Чтобы Огонь Мужской Направить В домашний Очаг А не На поле Боя Полностью Согласен Если Женщина Как Берегиня Умеет Создать Пространство Любви И лада В своем Доме То в том Случа Мужчина Наполненный Этой Любовью Наполненный Этим Ладом Сам Несет Любовь И лад В этот Мир И если Таких Семей В этой Общине Огромное Количество И там Находятся Те самые Мужи На которых Община Возложила Решение Процессов Проблем И решение Каких-то Задач В этом Случае Они уже Не будут Бодаться Они будут Поступать Мудро То есть Женщина Это Центр Вселенной В данном Случае То что И порождает И то что Еще и Соединяет То что Несет Свет И радость Мужчине Который Потом Выходит В мир И начинает Те вопросы Решать Вот если Мы так Будем В себя Вести То тогда И муж Чина И женщина Будут На своем Месте И эти Две Половинки Будут Всегда Соединены И будет Лад Да Любовь То есть Получается Такая Ситуация Мы Нивелируем Или переводим Вопрос Участия Женщины В копы Из Гендерного Признака В Личностные Качества Человека Мы Рассматриваем Саму Личность К примеру Человека Суть Дух Да Его По Неким Критериям Подходит Ли этот Человек На Эту Должность Собственно Говоря Это И Есть Должность А Чтоб Сегодня У нас Соответствовать Какой-то Должности Нужно Соответствовать И Обучаться Этому То есть Всего Нам Остается Выработать Критерии Критерий Чем Простой Он По Поконно-селенского Бытия Определяется Очень Просто Представляешь Себе В одном Общество Решили Только Мужики Должны Все Решать И Любой Мужик Круче Женщины И Там Стали Рождаться Дебилы Мужики И Что Ты С Ними Решаешь Вопрос А Чего Это Не Рождаются Задали С Вопрос Женщины Да Потому Что Решили Мужики Пить Потому Что Так Проще Потому Что Так Хорошо Наркоту Всякую Глотать А Женщины Страдают Потому Что Сопливые Непонятные Они Мужчины Якобы Которые Абсолютно Вот такие Но Они Же Имеют Право Решать И Они Дальше Решают Нам Надо Больше Водки Больше Наркоты И Так Далее К Чему Такое Общество Придет Ни К Чему Поэтому Всегда Нас Смотреть Из Что Женщины Будут Сидеть И Ждать Как Друг Паять С Марса Пролетят Да Не Будет Такого Сейчас Время Вылизания Из Этой Дыры Которой Нас Засунули И На Мой Взгляд Если Женщина Друг Товарища Брат И Если Она Умнее Меня Мудрее Меня Я Для Того Чтобы Жить В достатке В Радости И Счастье Чтобы Мои Вот Там Решение Проблемы Понятно И Мужики Давай Сегодня Такое Положение Вот Вот Поэтому Мы Не Должны Себя Отжествлять С малыми Детьми Которые Сказали Только Так И По Другому Вот Эта Двойственность Плохо Хорошо Она Сейчас Не Подходит Нам Мы Из Детих Штанишек Выросли Даже Дуальность Нам Мала Где Уже Это 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 Но Все Разделены Так В целом Смотреть В целом Сегодня К сожалению Или не к сожалению Или это Нормально В плане Естественности Коллективы В основном Женские Я имею ввиду Общественные Но я же сказал Почему это Произошло Да Так вот И получается Что женщины Они вытягивают Мужчины Подтягиваются И я с тобой Полностью Согласен И с Мариной И с тобой Одновременно Если мы Восстановим По Нашим По конам Естественности И мужчин И женщин Каждый Естественно Займется Своим Естественным Пребыванием На этой Земле И своими Естественными Соответственно Своим Качеством Как это Говорится Ну Занимаем Предназначением По естеству Совершенно верно Тогда я согласен Мужчина Должен заниматься Своим Конкретно Делом И как ты Классно Сказал Когда Вчера Что женщинам Это Не нафиг Надо Как же ты Сказал Такую фразу Классную Что типа Женщина Там Ну идите Мужики Своей фигней Заниматься А мне Это не Ну какая Нормальная Женщина Этой фигней Будет Заниматься Ну просто Подумай Ну хлопот Полный рот Ну дети Понимаешь Дети Ну что ты Люльку Бросишь И побежишь Решать Эти дурацкие Вопросы Ты берешь Та мужика Пошел Вперед Чтоб завтра Это все Былочное Понял И пошла За него С делами Ты решил Вопрос Помнишь Какая бабка Которую встретила У корыта У разбитого Вот с этой же позиции Только Ну более правильно Не то что она Потом привела К корыту Смотрите Мне кажется Вот чтобы Возродилась Эта природная Естественность И такого рода Взаимодействия Крайне важно Не просто Декларировать А сейчас Выработать Такие программы Воспитания Образования Этих Мальчиков Которые Действительно Станут мужчинами Если этот вопрос Не рассматривать То мы будем Вот этих Как ты сказал Длить из поколения В поколение К сожалению И это вопрос Крайне важный И он кричит Еще с позавчерашнего дня Айхи важный Товарищ Айхи важный Товарищ Мы говорили О мужском и женском Начале К сожалению Женщины Слава И мы хвала О том что Они сохранили И наш род И державу И так далее И в этом Их потрясающая Заслуга И это кстати Ну как бы Огромнейший аванс Нам Как мужчинам Речь сейчас стоит О том что Крайне важно Заняться Воспитании Мужчин А это Специфические вещи От начала Так сказать Утробного Состояния По годам Как ты рисовал Эти качества В таких условиях Таких обстоятельств Такие игры Такие сказки Такие технологии Это все Надо восстановить И заниматься предметно Каждый божий день Иначе Вы потерялись Поколение Как минимум Согласен Сколько на это Время Согласен Сейчас Даже не Подождите Не время Время решается Очень просто Времени у нас Много У Бога Времен Я согласен Я согласен Просто я говорю Про то Что завтра Уже Будут Ушедшие На вопрос Которые Посыл Необходимо Создавать В первую Очередь А для этого Необходимо Понимать Как это Все Происходит То есть Разобраться С этим Процессом Дальше Мы должны Закинуть Туда И сюда Во все Стороны Вот эту Мысль О том Что пришло Время Запрозда Главное Быть готовыми Потом Должны Начаться Элементарные Шаговые Плановые Воплощения В жизнь Того Чем мы Горим Первое Невозможно Сразу Построить Школу Не имея Программы Правильно Программа Строится Из понимания Для чего Она делается Какой в конце Должен быть Результат Правильно Правильно Учителя должны быть Должны быть То есть Это все Должно быть Сформулировано Но ведь Учителей Мы не соберем Если просто Вот так Будем сидеть И камера Например Или радио Не будет вещать Поэтому Первично Когда мы Даем запрос Это Сообщить Людям Что пришло Время Это Сообщить Людям Что Это Необходимо Делать Это Сообщить Людям По каким Принципам На каких Основах И для чего Это делается И потом Давать Призыв Так вот Первично Что бы мы Не говорили Это Своё Личное Своё Общественное Как вы Хотите Потому что Это личное Для меня И общественное Для всех Поэтому я говорю Личное Это моя Жизнь Это Средство Массовой Информации Которое Честно Без Проституции Будет Доносить То О чём Мы здесь С вами Говорим Только Через Это Нас Услышат Многие Я вот Подходил Ко мне Подходили У нас есть Разные Люди Алексей А скажи Где Вот это А как Вот это Я говорю Вот смотрите Если вы будете Просто ко мне Подходить Как личности И спрашивать Меня Вы так Бесконечно Будете ходить В одном Зале Друг друга Себя Ещё Не знаете Вот они Ходили Три дня Кто-то С кем-то Познакомился А сколько Людей Которые Вообще И ста Человек Друг друга Так и Не Увидели Так и Не Познакомились А ведь Каждый Достоин В чём-то И каждый С кем-то Может Что-то Жалко Что Я не Всем Смог Уделить Время Так вот А если Бо Например Ты Уделил Это Время На Средства Массовой Информации Которые Слушают Миллионы Ты Бо Не Просто С Десятью Даже Со С Людьми Поговорил А ты Бо С Миллионами Поговорил Тебя Бо Слышали Миллионы Понимаете Нам Сейчас Необходимо Действовать Тем же Через Что Нас Уничтожили Ну Почти Уничтожили А нас Уничтожили Не физически Нас Не дубинами Уничтожили И яды Только Дополнение Это Только Наша Терпилка Эти яды Принимает Мы Согласились С этим А что Другого Нечего Есть Это наша Традиция Нас Уничтожили Вот здесь Сначала А потом Уже нам Цель давать Яды Отраву Вот эту Цивилизационную Дрянь И так далее Поэтому Наш Способ Это свои Средства Массоинформации Как противовес Тому что есть Не сражаться С ними Это бесполезно А давать Своё Народное Если народ Это нужно Народ понял Что ему нужно И через это Только нам Влезать Он это Поддержит И тогда Появятся И профессионалы И свой фонд Появится Появится фонд Будет расширение Появятся дальше Производители Которые Появятся Производители Появятся Свои средства На что Устроить школы Приглашать учителей Создавать те программы И прочее Прочее Где-то те же самые Съезды проводить В конце концов На которые мы ходим С протянутой рукой Ну кто Кто скинется Ну хорошо Там нашлось 5-4 человека И то сверху Своё пришлось выложить Вот что Поэтому первое Это вот тут Навести порядок Потом себя Обеспечить И начать Создавать базу Для того Процветающего мира Которого мысли На сегодняшний момент Уже достойны И который нам Просто как воздух Необходим Вот это Моё видение И тогда И женщины будут На своём месте И мужчины будут На своём месте И дети наши Будут расти нормальными И тогда У нас будет Ишь Догладь До Божьей благодати Владу До любви И он За кадром Будет молчать Ну Кому Надо Тот Помолчит Мне Например Больше нравится Молчать Это сейчас Такое На камеру А так Мне нравится Моглядать Вот Сделаю Всё Когда Понимаешь Будут Это не старики Добьём Этих гадов И пойду Я к саду Опрыскивать Вот И за серию Мне так нравится У речки посидеть Чтобы я никто Не трогал Посмотреть Что происходит Пообщаться С природой Продолжение Ты абсолютно Верно Говоришь Что Одна из Очень важных Ступеней Всего этого Процесса Как раз Есть Масса информации Которая Дает Правдивую Информацию Помогая Сформировать Мировоззрение Основанное На нашем Исконном Мировоззрении Создают Такие Моменты Программы Передачи Посыл Которые Пробуждают Людей Вдохновляют Их На этих Дела Рассказывают Все Объяснения Как Это Все Взаимосвязано Существующим Миром Где Слабости Где Ложь Где Это Где Это Помогают Понять Что Действительно Надо Делать Пробудить Этих Людей А потом Когда Это Надо Создать Условия И нам Нужна Экономика Которая Не будет Тыриться К олигархами Туда В офшоры Которая Будет Народу Служить И все Одно За Другое Цепляется Идеология И культура И появляется Держава Да Именно Так Но Вы Честно Говорите Прекрасные Здоровские Вещи Аж Мурашки Идут По коже Но Это Завтра Сегодня Сегодня Конкретно Состоялся Съезд Идут В совет Идут Женщины Низким Поклоном Но Опять же Встает Вопрос Могут Пойти Не только Мужчины И женщины Я разделяю Людей Вот так Поразить Не поразить Разбойник Не разбойник Свой Чужой Свой Чужой Да И вот На сегодняшний Момент Я вот Хотел бы Вас попросить Вот На вскидку Просто Вот давайте Пять минут Сейчас уделим Вот Кого бы Мы Не хотели Бы там Видеть Или наоборот Кого бы Мы хотели Там Видеть А давай Фильтрация Скажем так Что скажешь Разумное Премудрое Задай нам Вектор Марина Премудрое Первое Первое Чего Не должно Быть Это Настроение Деструктивного Да То есть Намерение Человека Входящего В ту Или Иную Группу Должно Быть Созидательное И Должно Быть Изначально Должен быть Четко Сформулирован Посыл Договариваться Искать Позитивные Стороны Искать Точки Соприкосновения И выходить На результат Потому что Разговоров Много А Сухого Остатка Как правило Не очень И Собственно Наверное Любая Беседа Ну Не бытового Формата А вот Какого-то Делового Она должна иметь Безусловно Определенную цель И эта цель Должна сфиксироваться У каждого Кто входит В эту группу Если ты идешь С целью Отличающейся От цели Этой группы То тебе там Нечего делать Если твоя цель Какая-то Эгоистичная Какая-то Корыстная Это приведет Только к Демонтажу Этой группы Результат У них будет На мой взгляд Это основной Первый Барьер Который На входе В группу Должен стоять Одним словом Или двумя Это как Записать Намерение Приблизить Намерение Найти решение По достижению Цели И готовым Быть Слушать Намерение Готовность Найти Продуктивное Решение Поставленные Задачи Поставленные Задачи Потому что Иногда решение Ищут где угодно По кругу Ладно Пойдем Не по возрасту По кругу Тогда Алексей Следующий Какой-то Вот пункт А мой пункт Простой Мы сейчас Записываем слова Которые Часто Остаются Словами Знаешь почему Потому что Не имеют Человеческого Обеспечения Я не просто так Говорил про страхи Я не просто так Говорил про детскость Я не просто так Говорил про нашу Славяно-русскую Вармалость Ибо Как ты определишь Того Кто готов Кто не готов Вот с ребенком Можно что-то Серьезное построить Нет Ребенок Играет Ребенку Интересно что Чтобы была похвала Чтобы были Те кто с кем Он играет Как все Чтобы был авторитет Который правила игры Установит Но как только Что-то пойдет не так У него сразу Проявится каприз Истерия То есть без пряник Он не готов Ему нужно пряник Кнут А это уже насилие И все И все рассыпается Он с виду Может быть одет И в костюмчике С галочком Или в вышиванке И 70 лет Да И 70 лет Волосы седые И там женщина Такая уже Десятерых детей К примеру Родила Но при этом Ребенок в душе Причем самый худший ребенок Не вот этот Который познает мир А самый худший Капризный И так далее Поэтому если ты это не знаешь Ты не определишь Кто перед тобой И ты обязательно Вляпаешься в очередную ситуацию И все что здесь было сказано Сказано правильно И я это поддерживаю Не удастся воплотить Поэтому Единственное Это начинать Саимодействие Со взрослыми людьми Мало того Что со взрослыми людьми А еще теми Которые соответствуют Определенному уровню Той самой Варновости Про которые я говорил Чтобы они не просто Были по предназначению Витязями Управленцами Человеками Человечия А чтобы Через тысячи Да Чтобы они там уже находились Чтобы варно предназначение Совпадало с варной Нахождением И прохождением И вот в этом случае Если ты в этом Разбираешься И разбираются другие Никогда Ты нежить к себе Не вставишь Потому что Нежить Куда бы ни попало Она разрушит все Это будут капризы Это будет перетягивание Дела на себя Это будет преследование Своих личных Корыстных интересов Это будет лесть Манипуляции Истерики Крики Вопли Что угодно Что такое нежить И как определить Чтобы каждый определил Я не хочу Никакой пальцем тыкать Если я говорю В себя В зеркало подойдите Смотрите Очень просто Есть определенные параметры Сразу понятно Нежить То есть в состоянии Человек нежити То что есть состояние аза А есть состояние нежити В каком состоянии человек И сразу там понятно Сразу понятно И с этим человеком Сразу предупреждаю Это проверено Многократно Но не делайте ошибок Которые я уже прошел Учитесь вы на ошибках Дурака Он уже все шишки Собрал Никогда Ничего не получится С нежитью Никогда Какие бы он Высокие слова С трибуны Не говорил Всегда он развернет Все только под себя Всегда он Выдернет Просто не под вас И с вас тячит одеяло Он при этом Будет говорить Правильные слова Никогда С маленьким ребенком Который В плохом смысле Маленький ребенок Не затевайте Серьезного дела Поэтому Поэтому В копу Если мы возвращаемся К копу Всегда Принимали только тех И назначали только тех Которые прошли Определенное количество лет Вспомните Какое Детский возраст Пройден Пройден До 18 лет Он уже пройден Ты становился мужчиной Тебе давалось Потом 2-3 года Для того Чтобы ты Получил Какую-нибудь Специальность военную Что мог защищать Это примерно 21 лет После этого 36 лет Это становление Своей семьи Когда у тебя Еще дети сопли Вот они проходят Весь этот возраст Ты посвящаешь Своей семье А вот дальше Только начинается Общинное задание И вот После этого Только времени В копу приглашали И то сначала Приглашали как Иди-ка сюда Тут у нас уже Старцы появились Иди сюда Во второй круг Садись Слушай И мы тебя спросим Что ты понял Я понял вот это Мало еще Ты что понял Понял ты это Молодец Ты что понял Вот Понятно да Как это делалось А потом дальше На деле Раз-два-три Вперед это делать Смотрим Этот руками разводит Кричит Кудахтает Бегает Понятно Остался в этом уровне Иди доучивайся Этот стоит Например Руководит И сам бревна таскает А этот сделать так Что все сами Прибежали И бревна таскать Вот он Вот он организатор Через труд Через понимание Через сознание Готовность Проверки Только через это Мы создадим Пока я вот написал Это можно конечно Потом еще формулировать Пока я написал Соответствование зрелости В кавычках В скобках Духовных Физических То что ты предлагаешь И знание варновости Обязательное знание Учет варновости Нужен человек Входящий Иначе Иначе опять будем Валиться туда Мне просто надоело Уже прыгать туда Сюда Понял Александр Твое Предложение Уточнить Ты начал с того Что сказал По поводу Выбранного совета И каким-то образом Зацепил Присутствие женщины Что именно Ты хочешь Я хочу По каким фильтрам Люди должны Определять Неважно Это мужчина Или женщина Можно допускать Этого человека К серьезным вещам К примеру Союз Я согласен Согласен Вот то что сейчас Говорил Леша Все Так сказать Система Система Абсолютно правильно И основана На наших поклонах Если мы живем Сегодняшнее время Как было сказано Правильно Очень многие люди Ну Мягко говоря Пиарятся За счет того Что Цитируют Правильные идеи Очень верно Все говорят Изысканно Так сказать Умеют манипулировать Вниманием людей А потом А потом В делах Оно оказывается Нет Так вот Наша задача На этом этапе Пока что Есть И что есть И задача Вырабатывать Такие механизмы Которые позволят Нам сформировать Вот этих Единомышленников А готовых Нести этот труд И ответственность С державным мышлением Именно таких Никак не по другому И мало того Есть Даже на сегодняшний день Есть очень простые Технологии В том числе Что Леша Рассказывал Который Человек Который действительно Хочет Может быть В чем-то еще Не доработал Есть простые технологии Каким образом Ему подняться Помочь Помочь Подняться Ну хотя бы На уровень человека Который начинает Ориентироваться Осознавать Все взаимосвязи Что такое Черно-белое И так далее Вот этот процесс Формирования команды С проверкой Обязательных дел Даже с маленьких дел Вот предположим Мы сидим Говорим о чем-то Поручили Маленькое дело А он говорит Да я вот не успел Там что-то такое Ну может быть и правда Второй раз Поручили дело А я опять не успел У меня там что-то Там проблемы Два-три раза Сразу высвечивается Человек Или вот как ты Объяснял вчера По поводу Вот этих Варновостей Когда интересы Человека Сразу Обнажает Его суть Вот Это тоже Показатель Это тоже Своего рода Фильтр Когда мы Начинаем Вот эти все Вещи Учиться Ну как бы Ну взять как Модель Которая позволяет Нам понимать Друг друга Не 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 сразу Там фильтровать Ну очень быстро Приходим Понимание Кто может Кто что Может быть он там На каком-то Своем Другом Назовем Невысоким Ни низким На другом Уровне Он со своими Задачами Может справляться Но вот Такого Уровня Державности Нам действительно Надо учиться Формировать Команды По определенным Критериям И прежде всего В деле Одним Предложением Как это можно Записать Вот твое Предложение Сформулировать Просто Формировать Свою Команду То есть Умение Формировать Свою Команду Ну с учетом Всего того Что здесь Было уже Сказано И Работать Умение Формирования Умение Формирования И работы В команде И работы Работы В команде Я сейчас Открою Маленький секрет У нас за кадром Есть еще Один голос Голос Говори Светозар Светозар Твое Какое Предложение Есть Ну мне кажется Сейчас Александр Это Высказал Цели И задачи Человека Поделяют Суть Мне кажется Это самое главное Самое главное Цели И задачи Человека Ну поговори С человеком Он тебе Все расскажет Что он хочет Куда стремиться И понятно Кто он И понятно И что с ним И что с ним Мне кажется Мы говорим О критериях Фильтров Через которые Пропускаешь Человека Вся сложность В том Что в сегодняшний день Вот этой смешанности Всех понятий Привычек Мировоззрения Их даже В одном человеке Очень четко Ну как бы Обозначить Как вот это 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 Они еще Имеет свойство Смешиваться Я согласен Репректировать Друг друга Поэтому Это нам все Есть главное понимание Того о чем говорил Леша Есть главное понимание Как А сама практика Сама дорога Она начнет Нас же самих Учить Вот это Оказывается В этом человеке Так проявляется А это же самое В другом По другому И тут можно подправить А это уже Безнадежно Вот надо с тем Которым можно подправить И взаимодействовать Ну еще Давай Наши предки Говорили По делам По делам По делам судих То есть Говорит человек Да Цели и задачи могут быть Как Александр говорит Красиво Все здорово А дела тухлые А дела тухлые Всегда нужно смотреть На чаши весов Смотреть Цели и задачи И что сделать Вот В поселениях сейчас Могут собираться люди Разного вероисповедания И Если собирается Какой-то совет Которым нужно объединить их То Наверное Очень важным моментом Будет сразу установка Ну как бы позиция Что Вопросы веры Не должны Стать препятствием К поиску Общей какой-то Платформы договоренности Потому что Цель Наша Это продолжать жизнь А Какие-то Религиозные отклонения Туда или сюда Они Встают Ну Люди встают В диспозицию На базе Вот Каких-то разногласий Правильно Религиозного характера Или какого-то еще И в этом смысле Если Человек заходит В совет Поселения Или в совет дома Ну в какую-то группу Понимая Что Да Он сейчас Встретится с людьми У которых Другая Мировоззренческая Позиция Другая Религиозная Вера Другая Какие-то Оттенки Веры Другой Ну Какие-то Зацепы Есть Да Вот Ему в себе Необходимо Сразу этот барьер Поставить Что Мы пришли Для того Чтобы Наладить жизнь А не Сокрушить ее Для того Чтобы выстроить Какую-то Общую позицию Которая Будет способствовать Созидательной Деятельности И продолжению Жизни Смотри Одна из Сущностных Чет русского Народа Это то Что называется Веротерпимость Почему Наши отношения Как мировоззренческая Ну вообще Глобальное Понимание Жизни Планеты Людей Которые На ней живут Это прежде всего Знакомство С их опытом Знакомство С культурой Мировоззрением Чтобы лучше Их понимать И с ними Взаимодействовать Эффективно Взаимодействовать Это у нас В крови Это выглядит Как веротерпимость Ну ладно Ну хорошо Но это же Позволяет Нашей талантливости Найти такие Способы Взаимодействия Ведь в исторической Памяти Вся Сибирь Которая якобы Сейчас Принадлежит Этим Малым народам Чукчей Венте И так далее И так далее Это же все То что Нашими предками Этих людей Пустили Заселили Дали им уклад Помогли им Освоить Эти пространства Дали Как заниматься Оленеводством Там этим 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 Ну и хозяйстве Которым можно выжить И они все живут Их приняли Им помогли Ну как бы Освоиться на этом деле И они сегодня Часть народа Вот это как раз Следствие веротерпимости На каком-то периоде Может быть Как сложилось Ведь малые народы Чтобы выжить Они как бы Становятся Объединенными Дрочливыми Сильными Такими Такими-то Агрессивными Это как инструмент Который Помогает выжить И наши предки Когда-то делали Ну давали на делы Которые Эти народы Жили как бы В отдельности Проверяли Их способ Каким образом Они с нами В конце концов Научили согласовать Помогали им Эти все Уклады Дать И т.д. Когда это становилось Гармонично Тогда общие Для разных культур Для разных вер Общие цели И задачи Выполнялись Быстрее И проще Но есть проблема Что веротерпимость Фактически Стала Оружием Против нас Жили Это ж нам Внедрили Это все И вот На сегодняшний день Очень важно Мне кажется Правильную Какую-то позицию В этом вопросе Занять Что веротерпимость Должна быть Но каким образом Она должна Проявляться Вот смотрите Давайте Немножко Уделим время Исследованию Этого вопроса Не просто Там какой-то Готовый Удобный Красивый ответ Получить А исследование Веротерпимость Выражается В так называемых Традиционных Вернее Верования Традиционных Религиях Я сейчас не говорю Наши Исконные Пока Это отдельная тема Ведь Религия На мой взгляд Призвана Для чего? Для того Чтобы в человеку В человеке Разбудить Его религиозность На моем Опыте Религиозность Это не следование Ритуалом Какая-то Это твои личные отношения С высшими свойствами Природы Это всегда Индивидуальная работа Это всегда То, что Именно в этом Конкретном человеке Пробуждает эту связь И если Она Сформирована И мудрецы Так называемого Религиозного плана Сформировали У него Эти технологии Умения И вот эту Стержень Тогда ему Религии Как таковые Не нужны Как инструменты Его научили Мудрецы Вот этому способу Соединения С тем С высшим О котором Леша говорил На съезде И тогда Он подключен К самым высшим свойствам Понимаешь И он даже С малыми С другими народами Он всегда Взаимодействует На основе Мудрости А мудрость Всегда принимает Самое верное решение Потому что Даже если кому-то Что-то кажется Не так Вот этот момент Нам тоже придется Как бы Мне бы хотелось Дополнить Немножко Вот этот образ Мы когда говорим О высшем начале Показываем вот туда Оно везде Но ведь объективно Оно проявлено Во всех И когда ты Вот это высшее начало Видишь Рядом с собой Потому что Нас традиционно Как бы Обращение Всегда Вот этот образ Нас на сегодняшний день Тоже немножко Сбивает Потому что Если мы видим Проявление Лучших Божественных качеств Лучшего Вот этого Проявления В любом Из окружающих нас Мы не ищем Отрицательные качества Но мы ищем Божественные качества И таким образом Мы способны Всю ситуацию Изменить Ты ищешь Уже новым Сложившимся Содержанием Самой себя А если говорить Как мы образно Показываем Вот этим Суть Глубинная суть Того О чем мы говорим Как о высшем Она присутствует Везде И на самом Базовом уровне Ничего другого И нету Я предлагаю Как один из фильтров Рассматривать Вот этот вопрос Поиск Искры Высшего начала То есть стремления В своем кругу То есть буквально Мы все Являемся Проводниками Высшей мудрости Мы все Являемся В той или иной степени Пока не проснемся Нам трудно Но присутствие Ее всегда есть В каждом Есть божественное начало Есть И важно Входя в любую ситуацию Вот это божественное начало Видеть в другом И стараться Приложить усилия К тому Чтобы оно проявилось Оно проявилось А не что-то другое Послушайте Ты права Но есть нюанс Который говорит о том Что видеть надо А если Я вот так вот смотрю Понимаешь Когда у тебя есть намерение Увидеть Правильно То ты разбудишь Это качество Если этого намерения нет Ему не дано И проявляться Стараться быть Носителем Самых благородных Качеств И искать Эти качества В других Вернословах По содержанию Которое проявляется В делах Именно так Здесь же опять Все очень просто Религиозные взгляды Это сугубо личное Дело Каждого человека Поэтому Если мы сугубо личное Ставим над общинным Над общественным Общине Приходит Конец Потому что Она превращается В отделение Или в секту Какого-то Религиозного течения Для этого Необходимо иметь Простое правило Все что связано С религиями С различными Они остаются Сугубо лично Вашим делом На вашей кухне В вашем молильном доме Где угодно И не более того Никакие Совместные мероприятия На религиозной основе Не производятся Ибо религия Это ваш личный Помогает вам Нет подожди Они могут производиться Но при согласии Всех остальных Еще раз Еще раз Если мы ставим Такой вариант согласия Начнется продавливание Кто-то придет И будет так А это вот Давайте так А давайте так А давайте так Есть понятие Того что является религией А есть понятие Естество бытия Вот в любой религии Естество бытия Представлено И поэтому Многие религии Вообще многие Они чем-то схожи Между собой Но ведь не сказано В религиях О том что Надо например Уничтожать природу Но нет такого Там заповеди Такие простые Не убивай Люби ближнего И прочее Не воруй И так далее В этой религии Так сказано Да где-то более мягче сказано Где-то вообще Это так сказано Развернуто Но для нормального человека Не надо говорить Что не надо убивать Да и так понятно Что убивать не надо Поэтому Это религиозное дело Которое относится К пониманию Мира Вот этого человека Помогает это ему Вот удержит это Преступление Глупости Ну и слава богам Ну и отлично Ну и здорово Все хорошо Но когда мы пытаемся Религиозное представление Одного человека Основанное на какой-то догме Или чем-то еще Перенести на общину Это уже возникает Религиозное объединение Религиозных объединений Огромное количество Зачем тогда надо делать Какие-то общины Производственные И так далее Здесь ты очень хорошую мысль Сказал Что продавливают И еще Дело в том Что если мы вспомним Кодекс малого ребенка Я уже думаю Кодекс малого ребенка Буду называть То есть детскость Первое Наличие авторитета Второе Как все Третье Похвала Четвертое Коприз истерика Если не совпадает И пятое Желание занять место авторитета Так вот Те люди Которые имеют авторитета Это зачастую Очень часто Глубоко Религиозные люди Вопрос С малым ребенком Можно что-то сделать А если нельзя Почему мы должны Основы догматические Брать За основу Общины Религия Пожалуйста Вот церковь Вот тебе синагога Вот что там еще Храм Молитвенный дом Чего угодно Иди туда Пожалуйста То есть Есть веда Живая Есть веда Сказанная Она уже немножко изменена Изменена тем Кто говорит Изменена для кого Он говорит Дальше Есть веда писанная А вот уже нижний уровень Это догма Что такое веда писанная Прочел Помогло Отлично А что такое догма Прочел Даже если не помогло Обязан следовать Но неужели мы себя будем Владить в состояние догмата Когда у нас есть те Которые Веду живую Могут принять И отдать В виде веды сказанной Давай подытожим Предложение Давай Сформулировать Я хотел бы еще Немного уточнить Понимаете Братцы Вот Марина зацепила Веротерпимость Это серьезный Важный момент Каким образом С ним соотноситься В жизни С другими Народами Религиями Верами Мы сейчас Немножко Окунулись В суть Того Что пытается Сделать Религии И которые Допустим Ну как бы Которые Олицетворяют Подчеркиваем Мудрецы Я говорил На сезде Что такое мудрость Вот А есть то Которое Это действительно система Ведь абсолютно точно Уже Так сказать Ну я бы сказал Так Серьезными мужами Обнаружено Что вот Это библейский проект Порабощение народов От имени Бога Он очень Сильно Сформирован Очень Грамотно Очень со всех оснований Так сказать Тонко Что просто Вводит людей Вот в этот догмат Как о том ты говорил И делает их просто Ну как бы Обслуживающими Эти эгрегоры Когда я намеренно Уточнил Что с моей точки зрения Религиозность Это личные Твои отношения С высшими свойствами Вот с той глубинной Мудростью С божественным началом Которая проявляется Здесь В форме любви И это Индивидуальный путь К этому Именно он Включает Эта веротерпимость Которая Учится Мудро Ладить Со всеми делами Но я не хочу Чтобы мы Религию Делали отдельным Каким-то Давай тогда уточним Религия Это Ре Лига Где Ре Это повтор Релига Связь Повторная связь Кого-то А есть вера Вот я предлагаю Слово религиозность В данном случае Заменить на слово Верование И тогда все Останется за места Если с точки зрения Русского языка Вот чтобы не было путаницы И тогда Останется за места То есть Верование Это одно Религия Это другое Так вот Верование По отношению к исконной вере Вере В русском смысле слова Какая может быть веротерпимость И теперь И теперь Еще Естественно Сейчас я слышу За кадром Что говорят Вот этот борода Сидящий Он что там призывает Я сразу поясню Что есть Такие религии Которые Например Приносят Жертвоприношения Кровавые Убивают людей И Много-много Такого Что Ну не свойство Нормальному человеку Психике Нормального человека Поэтому я говорю Только о тех Религиях Которые Не призывают К убийству К обману К насилию Над другими людьми То есть Я говорю о тех Религиях Где нет такого Подчини себе этого Уничтожь себе этого И будет тебе счастье Вот о таких религиях Поэтому если человек Который Вот живет в религии Не относится к тому Что я сказал Это его внутреннее дело На кухне Там где-то В доме Молебной Или где-то еще Это его внутреннее дело Но это даже Вот такая Миролюбивая религия Не должна выноситься На кон На общее собрание И на постулаты Какие-то Обеспечивающие жизнь Общины Вот про какие религи Говорят Давай сформулируем Вот этот пункт Потому что я уже потерялся Марина Помоги Пожалуйста Фильтр на вход Веротерпимость Веротерпимость То есть вопросы Веры Религии На общих собраниях Не обсуждаются И вот очень важно Вот этот пункт Я думал Вот я себе как представлял Ну к примеру Там ребята Определенного направления Захотели встретить Новый год Какой-то день Они же выйдут на улицу Они будут трезвонкать И как вот Алексей говорил Чтоб не было продавливания Своей веры К примеру На остальное поселение Как же все-таки Быть Да очень все просто Кто-то захочет Не просто Новый год встретить Открыть шампанское А тот скажет Шампанское это вообще фигня Я пока литр виски В себя не залью Я счастья не чувствую Поэтому Когда встречаются Здраво-существующие люди Они говорят Как мы будем отмечать Светские праздники Религиозные Например Светские праздники С религией вроде Более-менее что-то у нас понятно С религией у нас ясно Это твое внутреннее дело Ты Знаешь Кто Чего Зачем Почему И ты отмечаешь это у себя дома Со своими сторонниками Друзьями Пошел в храм Сходил Вернулся Счастливый Довольный То же самое То же самое здесь Определяемся Ребят Светские праздники Мы привязываем к нашей жизни Или они просто сами по себе существуют Если сами по себе существуют Ну тогда никому ничего не вредит Ходим гуляем Но только говорит так Знаешь Это табличка Возле моего дома Хлопушки не стрелять К примеру То есть это договоренность нормальных людей Да Она должна изначально быть Надо уговорить И если вдруг Если вдруг Возникает какой-то вопрос Почему он там хлопушками стреляет Просто собирается Община Говорит Слушайте Ну вот около этого дома Проблема Давайте мы создадим Там в лесу Место где можно запускать фейерверки Чтобы это не мешало никому Но все же по-человечески решается Не запрещать А создать условия Чтобы и этим было хорошо И этим комфортно И чтобы одни радовались И вторые радовались Что те радуются Но им не мешают Я вот забыл Живи сам Не мешать другому Да Я вот забыл фамилию этого человека По-моему он уже сменил мир Который несколько общин разных создавал И у него одна община Которая вот получилась Заработала Он рассказывал Ну в интернет В этих конференциях Он говорит Праздник такого-то там Направления течения Или верования Говорит Все туда Потом праздник вот этого В верования Говорит Все туда толпой Говорит Там празднуют Там И он говорит И оказалось Что все очень легко И просто Вот как ты говоришь Заранее договорившись Вот о таких нюансах И все То есть Взрослые люди Могут договорить свойства веротерпимости И уложить на отношение К временным Мы говорили о том Что мы пытаемся сейчас Определить фильтры входа На совет Ну допустим В его поселении Или какого-то образования То есть человек должен идти Из понимания Если сейчас мы начнем И все перечислять Я предлагаю Я предлагаю Перечень Принцип Дорогович Сущных Нечет русского народа Включить Туда Все Это самое И последнее Честно отвечал Честно отвечал И самое главное Открытость Если человек будет открытый То тогда можно будет Его и проконтролировать И в случае косяка Он согласится Что он накосячил И он скажет Ребята извините То есть понимание Василий Здесь мы закладываем Такую бомбу Действия Дело в том Что честь Познается не из того Что ты напишешь Он должен быть честный Входить Из того что ты определишь Честный он или нечестный Вот про это Поэтому Давайте проще сделаем На каких основах Все должно базироваться И мы сейчас придем Ну во первых Есть очень простой Понятный постулат Который пригоден всем Жить по совести Но мы живем по совести Ваду спрямим Не уничтожаем Ни природу Ни себя Чтим поконы Наших велико мудрых Предков Или не чтим То есть мы помним Кто мы вообще Мы свинюшки под забором Или все таки Мы Есть люди Которые Вообще Потомки Велико мудрых Мы же должны Это донести Да Средства массовой информации Работают Трудятся Это понятно всем Понятно А вот дальше Можно уже уточнять Расшифровывать Смотрите Ноги говорят Нам нужна справедливость Ну все же хотят В справедливости жить Да Но помимо справедливости Как известно Соловья-то баснями не кормят Нужно чем-то накормить То есть нужно что Достаток Не заработок А достаток Когда у меня есть достаток Это кстати Есть Работа Свойств Справедливости Мне все равно В какой сумме Он будет изображаться Если мне Хоть в 100 миллионах Хоть в одном рубле Хоть в копейке У меня достаточно всего Чтобы не голодал я Моя семья Окружение И так далее Чтобы я никто ничего не воровал И все было хорошо И условия для развития То есть смотри Справедливость Достаток Помимо справедливости Еще необходим третий фактор Стабильность Когда у тебя Достаток стабилен И все по справедливости Это получаются Вот эти вот Три элемента Соединяющие все Дальше В какой они должны Находиться лодки Представьте Что это три грибца В лодке Общинности Потому что это все Можно только сообщать Сделать Потому что все эти Качества лучшие В общинности проявятся И достаток И будущее И справедливость Согласен А в каком океане море Эта лодка должна плыть В каких принципах В принципах державности И тогда получается Из пункта А Вот родился здесь человек Он шел своим путем И вошел на эту землю Вот из мамы Вышел из пункта А Он в эту лодку Был помещен В это море и океан И с этими пассажирами Он плывет до своей пристани Он выходит с другими же пассажирами Из пункта Б И они расходятся по своим местам Но здесь На этом пути В этой лодке Он познал этот мир Познал любовь Познал что такое Противоположный полк Что такое люди Что такое справедливость Радость Набрался всего важного И в пункте Б Пойдя дальше своим путем Он это все будет сеять дальше Вот что мы сейчас В него заложим В этой лодке В этой лодке Возьмем конкретный пример Русско-православная церковь Человек вышел Точнее вышел из города Вошел в общину некую У него должно быть понятие Чести, совести и достоинства Оно должно быть у всех Оно должно быть у всех Но вопрос Что мы определяем По тем критериям Которые до этого уже говорили Вот И просто взять Вот как ты говоришь Нормальную религию Или нормальную Мы не рассмотрим Вообще религию В данном случае Вот я тебе просто Мы смотрим так Убиваешь ты детей Или не убиваешь Вот Призываешь ты их К стяжательству Или не призываешь Обманываешь ты Или не обманываешь То что у тебя в голове сидит Приводит к тому Что ты всех себе Подчинять начнешь Или ты будешь равный Ну как там Слово правильное Ну кого скажи мне Равный, но не ровный Опаньки Вот смотрите Мы Если говорить о религии Это собственно Право каждого человека Выбрать структуру Систему Которая ему помогает Как-то определиться Вырасти К сожалению Многие Вот так они Как растолкованы Религии Многие выбирают Ту или иную религию Чтобы Свалить свою безответственность На кого-то А это через молитву Пусть он решает Мои все дела Это детскость Я же об этом и говорю Но Это им кажется Серьезным выбором Да Он конечно приведет Каким-то результатом Когда он задумается О следующих шагах Вот в нашей традиции Дело не в религиях И верах А в ведании Вот этого История Вот о чем здесь Мы все и писали Вот когда это присутствует Играться в эти Игры Просто Нет смысла На детскости Бесполежь идет Детскость мы убрали в сторону Пока это есть И каждый человек Искренне Топчется В своем опыте Потому что Пока он свою мотивацию Всю не исчерпает В этом опыте Он будет там сидеть Только это же касается И так называемых Религий Пока он его устраивает Пока он верит Верит не в смысле Ведание А в смысле Что Вот если я сохраняю Вот эти все Что крокодилы летают Да Вот эти все ритуалы Там условности И так далее Он исчерпает Этот опыта Начнет искать другое И вот терпеливо Относиться К этим Так сказать Временным Вещам Ну это и есть Наша задача Это суть наша Потому что Как Ивеша говорил Что Начинать Воевать Конфликтовать Мы просто Разрушаем Вообще Сейчас речь не работает Разрешаем Среду обитания Речь конкретно Я вот не понял Поясните мне пожалуйста Честь Совесть Достоинство Теперь что касается Мы пока еще не наговорились Как получается О религиях Я наговорился Я думаю наговорились А теперь что касается Чести и достоинства Вот Ну прежде всего Честь Это уровень развития человека Который Олицетворяет собой Проявления В жизни В действиях В опыте Высший свой Человечности Ну того уровня Который Вноша говорил Да Вот И в этом контексте Он реально Чувствует Что Он Ну несет Своеобразную Миссию Служению Она доставляет Ему огромное Творческое Удовлетворение И в этом По сути дела Его честь Что он Честен перед этим Он Несет Огромнейшую Миссию То есть Проявление Высших качеств Да Да И вот Возвращаем Секварного стих Детскости Ну ребят Уже по третьему кругу Ходить Мы же все определили Что сидел Вы можете сказать Вы за этот пункт Или против Я вот этого понять не могу Я же всегда же за Александр Ну вот опять Я намеренно Это наша база Как можно Все правильно Но я намеренно Сказал Братцы Вспомните О сущностных Чертах русского народа Они там Они уже все Заложены Теперь наша задача Помочь человеку Понять кто он Понять вообще себе Самому разобраться Да кто я Понять кто перед тобой И вместе Начать дело И сходя из того Помочь ему пробудиться В этих чертах И другому Поэтому когда мы Это начнем понимать Когда ты к зеркалу Подошел Ответил Как это Многие Когда мы Алексей прослушат Говорят Я ребенок Я ребенок Я говорю Ну что делать Зато расти Радуйся Так вот Когда вы поняли Что мы дети Мы куда идем В песочницу Куличики строить Когда мы поняли Что мы уже на уровне Воспиталок Да Мы что делаем Мы смотрим Чтобы дети друг другу Глаз не вышивали Да А когда мы поняли Что мы уже начальники Детских садов Мы создаем такие условия Чтобы дети Не просто куличики лепили А воспиталки только наблюдали Чтобы дети Глазу себе там Не наковыряли А чтобы они Занимались Творчеством Чтобы каждый куличик Это было достижение Творческое И он понимал Для чего он лепит Как лепит И что дальше с этим делать А не просто Слепил сломал Слепил сломал А если мы уже Еще выше Мы тогда собираем Вот этих вот руководителей И говорим Что же вы Это допускаете Маленькая ремарка По поводу открытости Вот чтобы до вас дошло Что это не просто Вот сегодняшнее понимание Открытости Да дошло уже Василий Дошло Дело в том Что когда человек честен Ему скрывать нечего Поэтому открытость Из этого и растет Общины Это все открыто Должно быть Если все праведным трудом Да Как это Костюм замшевый Три штуки Это понятно Мы то пишемся Сейчас на камеру Чтоб люди понимали Значит так Давай так Все должно делаться В открытую Ибо тот кто скрывает Тот вор Молодец Или вор сам у себя Или вор сам у себя Или вор у своих детей Ну я может быть Ты хочешь мне что-то Рассказывать Открытость Так ты на камеру говори Да Открытость Это личное Эволюционное достижение Конкретного человека Если она в нем присутствует То это как вы же Его и контролировать Не надо Подожди Мы говорим о фильтрах Грубо говоря Как ты определишь фильтр Если человек пришел Говорит Я открытый полностью По делам его Узнаете По делам его Совершенно верно По делам открытия А вот дальше По результатам Потому что дела Могут на первую Сделать хорошо А там Все Принимаем Вот в этом контексте Можно сказать Не столько открыто Сколько его Честность Перед сообществом В котором он участвует Я бы хотела Вспомнить еще одну Такую тему Она касается Непосредственно Фильтров Есть три заповеди Которые Как мне кажется Являются Универсальными Когда что их статешь Совершенно универсальными Если мы говорим О формуле Жить по совести В ладу с природой Она Ну все-таки Достаточно узконаправленная То есть Понимание совести На сегодняшний день Доступно не для всех А если мы говорим Что некое сообщество Объединяет совершенно Разных людей И необходимость Выстроить их Между собой То тут наверное Имеет право Заявление Вот Заповедей Храни Приумножай род Береги природу И держи Дух в небесах И вот эта формула Она объединяет Гораздо более широкий круг И дает более четкие установки То есть как это работает Вот этот фильтр На мой взгляд Более четкий Чем все прочие То есть Если твое действие Если твое слово Не способствует тому Чтобы род твой Процветал Продолжался И приумножался То ты не попадаешь В нужную категорию Да Ты с нами не совпадаешь Если твои слова Действия Намерения Не ведут к тому Чтобы сохранялась природа Именно сохранялась Как целостность Ты тоже Не в правильном ходу И что такое Держи Дух в небесах Да Мы устремляемся К тому Чтобы заниматься Саморазвитием Но саморазвитие Идет Не ради самого человека Это не эгоистическое Качество И не индивидуальное Через индивидуальное Поднимая Какие-то свои Свойства Качества Духовные Человек Транслирует их В окружающее пространство Соответственно Держа Дух в небесах Ты Улучшаешь ситуацию Вокруг себя Если ты этому качеству Не следуешь За тобой тянется Шлейф Негативного состояния Каких-то неправильных Действий И неправильных реакций Поэтому Вот эти три Заповеди По сути Они являются На мой взгляд Универсальными Очень простыми И доступными Совпадаешь ты с ними Значит Дело будет Не совпадаешь Я бы хотел Дополнить Чтобы люди Не воспринимали Эту фразу Держи Дух в небесах Как некоторая Абстракция Упереться в тучи Я развернула Что это саморазвитие Ради Улучшения ситуации Саморазвитие В нашем Ну как бы Обиходном понимании Чего То есть Прежде всего Осознанности Осознанность Это Развитое восприятие Всей полноты жизни От Кончиков ногтей Моих До самых дальних Заколухов Существования Вот Осознанность Умеет Видеть И быть слитой С этим Естеством Самых высших Слой природы Которое И проявляется В том что ты говорила В человеке И это Не сложно Совершенно Это очень просто С помощью Практики Добиваться Конкретику Вот Это универсальный фильтр Три параметра Через которые Можно Просеять Как вот Через знаменитые Три сита Сократа Да Вот то же самое Вот они Три сита На вход Во взаимодействие Храни Преомножай Род Береги Природу Держи Дух Умбисов Добро Мы принимаем Это Единогласным Решением Я предлагаю Закружаться Что надо Потихоньку Но ты Единогласна Согласен Голос Ты единогласна Соскончить решил Ну-ка Смотри-ка Он съезжает Друзья Голос Такой Услышьте Глаз Да Который Согласен Саша Прошла Еще один Глаз Ты согласен? Я на все Согласен Сказал Добро Закругляй Хорошо Вот так мы поговорили про мальчиков и девочек Ну что ж Благодарю вас За участие Благодарю всех Кто принимал участие Всем добра Быть добру Вы Благодарю Благодарю Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...